Я буду говорить дальше о реформации Византийской. Мы записали Льва Исавра и его сына Константина и записали собор 754 года. Запомним, пожалуйста, эту дату. И вот я прочту кое-что. Я процитировал вам одну из главных мыслей этого собора, что икона поклонения была введена сатаной, чтобы отвлечь людей от истинного Бога, от поклонения истинному Богу. Так вот, еще я прочитаю из решения этого собора. Всякая икона, сделанная из какого угодно вещества, равна и писанной красками при помощи нечестивого искусства, должна быть не просто живопись, а именно есть живопись, которая посвящена конкретно для изготовления предметов поклонения. Должна быть извергаема из христианских церквей. Она чужда им и заслужит презрение. Да не дерзнет никакой человек заниматься таким нечестимым и неблагоприличным делом. Если же кто-либо с этого времени дерзнет устроить икону, или поклониться ей, или поставит ее в церкви, или в собственном доме, или же скрывать ее, таковой, если это будет епископ, или пресвитер, или диакон, то да будет низложен. А если монах или мирянин, то да будет предан анафеме. И да будет он виновен и пред императорскими законами, так как он противник божьих распоряжений и враг отеческих догматов. Вообще, на этом соборе осудили такого одного деятеля, очень известного, ну даже не одного, конечно же. Там был такой Герман-патриарх, осужден так же, как еретик. Тот самый Герман-патриарх, который распространял подобные вот эти вот иконно-поклоннические, иконно-почитательские такие ереси. Но еще и некто Мансур был осужден. Первый визирь при дворце Дамасского халифа, то есть он как министр обороны, министр финансов сразу в одном. Так вот, этот Мансур был осужден как еретик, хотя кажется, ведь этот визирь, он был вне Византии, но он был, написано о нем, что он был православным, он был христианином. И он был, он симпатизировал монахам, и его мы знаем сегодня как некоего Ивана из Дамаска, или Иван Дамаскин. Этот Мансур, первый визирь при дворце Дамасского халифа, известен в православной истории как Иоанн Дамаскин. Есть книга такая, точное изложение православной веры, написанная предположительно им или его последователями. О нем пишут, что он впоследствии оставил свою карьеру, пост визиря первого при дворце Халифа оставил, и стал монахом, и умер монахом. Но опять-таки это легенды, и мы не знаем точно, что было с ним потом. Но будучи первым визирем, он занимался подрывной работой против Византии. Это один из первых примеров в истории, именно войн, войны идеологической, войны информационной. Именно он и его отец Сергей, кстати, тоже был первым визирем. Ну, пишет о нем Сергей, но мы не знаем, как его звали там, на самом-то деле. Так вот, тоже ввел, по сути, в борьбу против Византии. Был первым визирем тоже при дворце Халифа Дамасского, прежнего Халифа. Так вот, Халифа, как звали, не помню. Сейчас точно Абдал-Мелек, по-моему, или как-то так вот. Так вот, и... Или... Ну, не важно. По крайней мере, этот Мансур, он занимался работой подрывной против Византии. Какой? При его резиденции в Дамаске сотни кормились этих переписчиков книг всевозможных, переводчиков и переписчиков. Так вот, эти люди занимались на полное время, на деньги этого Халифа, занимались тем, что переписывали сотни и тысячи трактатов в защиту икон, в защиту мощей, при нем, вот при его дворце, рождались такие легенды, что просто уму непостижимо. При его дворце родилась легенда, допустим, что якобы первым иконописцем был никто иной, как сам Иисус Христос вообще. При нем, именно с именем Ивана Дамаскина связывается вот как раз эта легенда. Потому что до него, семь столетий христианской истории, никто ничего об этом не знал абсолютно. Нет ни одного упоминания о том, что могло быть такое происшествие, что Иисус, он якобы сам на глазах у удивленных художников, которых постал один арабский правитель. Опять-таки, все его легенды связаны так или иначе с арабами, которых, значит, вот в этих легендах очень много. И вот арабский правитель послал художников, чтобы, значит, они нарисовали Иисуса, чтобы портрет Иишуа, чтобы висел у него в дворце. Но художники не могли ничего сделать, и тогда Иисус пожалел их и сказал, значит, дайте мне умыться, чем он умылся, вытерся полотенчиком, и там вот как бы отобразилось лицо Иисуса Христа. Портрет. Ну, видимо, давно не мылся уже, наверное, получается, да? Или как шахтера. Раз, так, чик, обмахнул, вот образ остался. Но там говорится не так. Там говорится, что это было сверхъестественно, как бы. А такой автопортрет отобразился прямо на этом, говорят, у брусье. Но это легенда. Ничего об этой легенде они не знали прежде христиане. И она родилась именно там, при дворце Дамасского халифа. Потом другая легенда, что якобы первым конописцем был никто и не как апостол Лука. После Иисуса Христа был Лука иконописцем. Якобы, опять-таки, первых семь столетий, я ваше внимание на это обращаю, никто ничего не знал, даже близко. Даже близко. И вдруг при дворце Дамасского халифа рождается такая легенда, что якобы, ну, это Шахерезада отдыхает по сравнению с Мансуром. Он там столько сказок, не тысячу и одну, а там, ну, десятки тысяч сказок разных сочинялись там. Без всякого преувеличения, говорю сейчас, не тысячу даже, а десятки тысяч всевозможных малых и больших легенд, которые впоследствии, после подавления реформации византийской в крови, в середине 9 столетия, они становились частью учения церковного. Какая легенда родилась тогда при дворце Дамасского халифа, что якобы Лука нарисовал Марию с натуры. Она позировала ему, он был как бы художником, и он написал ее портрет. А потом пририсовал маленькую бабичку, такой, вот Иисуса Христа. И как бы Марии так очень сильно понравился портрет этот, что она попросила еще и еще и еще сделать этих портретов. И, оказывается, он сделал их много, этих портретов. И история каждого портрета уникальна вообще. Этих автографов Луки десятки насчитывались в свое время. Потом сократилось количество автографов. А на сегодняшний день, какой на сегодняшний день, еще в начале 20-го столетия, все эти автографы были разоблачены. Якобы Мария благоставляла каждый из этих автографов Луки, благоставляла, и якобы они сохранялись как бы среди христиан и прочее, прочее, прочее. Только почему-то христиане первых 7 столетий ничего об этом не знали вообще. А сами в шоке, да. Хорошо спрятали. Ну, хорошо спрятали, видимо, да. Но подальше положишь, поближе возьмешь. И интересно, эти автографы Луки, так называемые, были все разоблачены. Абсолютно разоблачены. Значит, как разоблачены? Допустим, вот такой скандальный случай в России, самый скандальный случай был, это разоблачение иконы, так называемой Владимирской Божьей Матери. Она была некогда в Киеве, эта икона хранилась. При Андрее Боголюбском, князе, том самом князе, который перенес столицу из Киева во Владимир, так вот, туда переехал во Владимир Суздальские земли, он тайно похитил казну киевскую и также святыни киевские. Вот самую главную святыню, это вот икона, которую выдавали тогда за автограф Луки самого. Так вот, и он это все привез туда, в ту землю, и поэтому икона стала называться Владимирская с тех пор. Уже в наше время ее разоблачали, не раз уже. Да, ее главным разоблачителем этой иконы, этого мифа, был русский художник Грабарь. Потому что именно ему доверили власти снимать красочные слои с этой иконы, более поздние записи. Потому что икона темнела, допустим, уже трудно было что-то увидеть. Художник брал краски и записывал дальше этот слой, следующий слой. Итак, слой за слоем. Для художников и для историков самое интересное, конечно, и самое важное, это первый ранний слой. И, как правило, из-за того, что много слоев сверху, то нижний он хорошо сохраняется, консервируется как бы. И вот, когда открыли первый слой красочный, именно самую раннюю запись, да, нашли, что это умелая подделка под раннюю Византию, сделана была, вероятно, в России, а может и в Византии, точно неизвестно. Но известно, что эта икона предположили 13-го столетия. Самое древнее, что могли предполагать, это 11-го столетия. Потом, уже более позднее время, саму доску обследовали, уже в Третьяковке. Также признали дерево, которое росло, из которого сделали эту доску, оно никак не могло расти в первом столетии. 10-е, 11-е столетия, но позже никто не мог поставить дату. То есть, это подделка, сделана была под раннюю Византию икона, умелая подделка. Однако же, икона разоблачена, однако же, до сих пор многие священники нечистоплотные, либо не зная историю, либо зная, но просто врут сознательно, осмысленно, говорят, пишут в статьях по телевидению, выступая на празднике Владимирской иконы Божьей Матери. Говорят, что вот так и так, автограф Луки, когда в 90-е, не помню в каком году, не раз уже, с Третьяковки икону доставали для поклонения, выставляли в Елоховском соборе в 91-м или 2-м точно году, не помню. Потом выставляли еще где-то, ажиотаж был, много народа, паломников, насчет преклониться перед иконой, то везде, в СМИ, в газетах, везде, в светских этих новостях сообщали, это автограф Луки, икона написана Лукою, хотя, большая ложь, но когда ее говорят много и часто, она похожа на правду уже, как говорил Гитлер еще, да? Значит, даже если он был бы художником, даже если он бы нарисовал что-то там, какой-то такой набросочек такой, смотри, это не повод поклоняться ему, но это все ложь, конечно, это большая ложь. Почему я говорю, что тысячи всяких легенд, сказок были придуманы? Это правда. Об одних иконах Богородицы, ну, сотни, это минимум сотни, может, 500, может, больше было написано всевозможных преданий, а лишь об иконах Богородицы. Самые такие известные случаи, я не буду все это рассказывать, потому что это очень большая тема и очень много времени надо. А у нас последний урок получается, да, сегодня? Да, это тоже. Да вы что? Не, ну завтра еще день, но завтра там тема большая. Хорошо. Тогда, значит, я вкратце скажу, вот икона Троиручица. Слышали, наверное, да, или видели? Мария с тремя руками. Есть икона, у меня здесь даже на слайде есть, значит, слайд-шоу. Я вначале, когда увидел первый раз такую икону, я подумал грешным делом, думаю, значит, ну, наверное, художники, ну, как бы, ну, не так что-то сделали. Значит, я художник по профессии, сам не знаю, что халтура в искусстве, это, в общем, это живучая вещь. Значит, и там был случай скандальный такой, наш учитель рассказывал, как они халтурили, зарабатывали себе денег, значит, и в основном самым таким доходным местом для художников, это были праздники, майские, октябрьские, значит, да, и, конечно же, памятники Ленина и ленинские комнаты где-то там, и дома культуры оформлять. И вот, значит, они слепили памятник Ленина из частей, части были все приготовлены, надо было лишь из них составить памятник Ленина. А после большой пьянки гулянки сделали и не обратили внимания, что с разных памятников взяли части. Значит, и там у Ленина была реальная история, две кепки, одна на голове, другая в руках. Руку от другой, от другого памятника поставили. Вот, но самое интересное, приехала комиссия из области, от Сапкома, откуда мы приехали, и они ленточку резали, и так и не заметили, что, видимо, тоже были, как бы, уже в праздничном настроении. Уже не было заметно ничего. Но потом, когда уже приняли памятник, они все-таки, значит, потом сняли его, значит, ну, сами уже художники, и переделали, конечно же, да. Да, но, думаю, наверное, троирущицы тоже подрисовали руку неправильно как-то. Оказывается, легенда такая, что якобы эта рука, там написано в молитвах этой иконе, что это в честь Троицы. Значит, да, Бог любит Троицу. Вот, поэтому три руки, чтобы двумя она держит, как бы, младенца, как бы, да, а третий помогает людям. Ну, как бы, это написано в молитвах, православных молитвах. Я сам так молился, но немного жутковато было, помню, значит, и подумал, а почему третья рука? Да, да, значит, может быть, есть, как бы, значит, еще другие руки какие-то. Было бы, если многорукая, как бы, да, было бы еще лучше бы, она помогла бы уже многим людям. Но вообще легенда такая, что якобы эта рука не Богородица третья все-таки, а эта рука того самого первого визиря. А что она делает там под платьем у Марии? Вот, я вижу, она высовывается прямо из-под платья. Значит, и она, да, по цвету Малек отличается, более загорелая такая рука. Такая, оказывается, там история такая, и смех, и грех. Вообще, этот Мансур, видимо, ну, человек был не очень, фантазия у него была большая. Значит, он, значит, якобы писал, якобы из-за того, что он писал много писем и статей в защиту икон, как бы, за это ему, как бы, отрубили руку. И он взял эту руку и, как бы, горячо так молился перед иконой Богородицы, значит, с этой рукой, что, значит, забылся и уснул. А проснулся с двумя руками. Надо же, вот, рука цела. И якобы Богородица ему ответила, и ему руку снова приставила. Вот, и в благодарность он пририсовал икону, снизу у иконы свою руку. Вот есть такая легенда. Хотя, это легенда такая интересная. Для тех, кто не знает, может, истории, да, она и пойдет. Но, вообще-то, если первый визирь, он провинился, то ему руку не рубили. Это рубили простым людям, да. Если он проворовался, допустим, да, рубили руку. Вот, или что-то не то, может, там написал на заборе, там, да, могли отрубить руку. Но, если это был первый визирь, ему рубили голову, а не руку. Ну, значит, в общем-то, халифу, значит, что, жить не надоело. Если рубить руку первому визирю своему, которому министр финансов, министр обороны, в общем-то. Но, вот такой факт, что ему, якобы, отрубили руку, и рука приросла. Другая икона еще есть, тоже слайд, называется Иверская. У нее на щеке такой шрам нарисован у Марии, и тут кровь такая течет. Значит, якобы, эта икона, она во время, как раз в то время прославилась. Слух такой монахи пускали. Якобы, один из солдат Льва Исавра, или Константина, не помню, ну, иконоборцев, да. Он подошел к этой иконе и мечом ее, как бы, раз так, чух, ударил по щеке Богородицу. И у нее кровь, шух, брызнула. И солдат покаялся, говорит, о, надо же, все-таки икона живая. А я же иконоборец такой, несчастный, значит, все, короче, раскаялся, он стал православным таким, вот, чуть не монахом. И вот, значит, как бы, вот, как бы, вот, именно в честь этого стали рисовать Иверскую икону с таким шрамом, и кровь нарисована такая, стекающаяся от очки. Там столько сказок было составлено, что это уму непостижимо. В этих сказках иконы путешествовали, иконы говорили, иконы, значит, плакали, иконы обновлялись. То есть, это сотни-сотни рассказов лишь об иконах Богородицы, не говоря уже об иконах святых, там, это отдельная статья. Льва Исавра, вообще, значит, начальника реформации, будем договорить, того, кто начал реформацию в Византии, в православной литературе традиционно называют тираном кровавым, вот, мол, я тоже так считал, ну, нам говорили, что вот он казнил монашек, какие-то женщины даже, значит, казнил монашек за то, что они за иконы заступились. Думаю, надо же, ну, правда, тем более в календаре православной церкви есть, сейчас не буду искать, есть такие даты, когда этих монашек вспоминают, как мучениц, которых казнили по приказу Льва Исавра, казнили. Хорошо, ну, я знал это, ну, думаю, ну, все-таки казнь была. А оказывается, исторически, это даже взял православную же литературу, традиционную церковь русской православной, литературу чести Минеи, потом взял настольную книгу священнослужителя, взял другие справочники, обложился ими и стал этой темой внимательно интересоваться. Оказывается, эти монашки были казнены, да, казнены. Но за что они были казнены? За убийство, групповое убийство и, значит, за смуту. То есть, они пострадали, у нас говорят так, раньше говорили в православии традиционном, это говорили, это за иконы они пострадали. А на самом-то деле, даже по контексту их житий, говорится, что они были казнены за смерть, за убийство. Но там было связано, конечно, с иконой все это. Потому что, значит, на самом Константинополе, значит, на въезде в столицу, на главных воротах, висела большая икона, она называлась верное убежище. А по закону, принятому императором, человек, он в частном порядке мог иметь икону, да, у себя, но в общественных местах, во всех, на торгах, в башнях, прочее, иконы были сняты и уничтожены. Но эта икона, она уже, как бы, приросла в сознании людей к столице, и считали ее чуть ли не талисманом, знаете ли, этой столицы. И всякий, кто входил, выходил, как бы, из столицы, значит, кто, как бы, чаще всего иконе поклонялся этой, она называлась верное убежище. Много всяких легенд было с этой иконой. И вот, дошла очередь снять и эту икону. Пришли солдаты, офицер, да, а монашки организовали пикетирование. Монахи не пошли на это. Вот, ну, это, как бы, женщины, значит, с ними же не будут армией воевать, значит. Монашки сделали пикетирование. Они, значит, не допускали солдат. Солдаты раздвинули монашек. Офицер поставил лестницу и залез наверх. В это время монашки сделали бунт. Вот те самые, которых казнили, они организовали этот бунт. Они опрокинули солдат. Бабий бунт такой был. Одна из них, которую казнили, святая мученица, да, она, значит, опрокинула лестницу. Или там очень красиво написано в житии этой святой, как бы, написано, она не спровергла лестницу и этого, значит, как бы, иконоборца. Значит, на землю. То есть, офицер упал, значит, с башни, значит, на землю. Вот, и эти монашки, другие монашки, солдат, значит, сминали. А эти монашки, именно которые, они убили офицера этого. Они добили его и убили очень жестоким образом. То есть, его расчленили, значит, его часть и тело находили потом, значит, по улицам города. И, значит, и убили солдат, которые были там, значит, тем был приказ не применять оружие. Но вот они пострадали за то, значит. Значит, и было исследование, было расследование, монашек, было много свидетелей, это было средь бела дня. Много было зевак, много было свидетелей. Этих монашек, именно тех, кто, значит, делал убийство, не всех монашек, там их были сотни этих монашек, сотни в тот день. Но именно тех, кто убивал, их опознали свидетели многочисленные. И больше того, на суде некоторые из них прямо признались, да, что они принимали участие в убийстве. Им было предложено покаяться в этом. А в случае, если бы они покаялись, их просто выпороли бы и отправили бы в ссылку. Вот, но, значит, отказ был. А при том, кстати, убили не просто офицера, это был один из генералов молодых, это был один из фаворитов императора. Это было вообще очень серьезным делом. Значит, то есть убить высокопоставленного офицера. Значит, и этих монашек, и этих монашек их казнили. Вот официальная церковь православного потом проявила их, человек 8 или 9, я не помню точно сейчас количество этих имен, всех тех казненных тогда. Так вот, за убийство, за казнь этих 8 или 9 монашек льва и савра называют до сих пор в учебниках кровавым тираном, который, значит, пролил кровь, значит, за идею эту. Но, с другой стороны, императрица Феодора в 9 столетии, казнив свыше 100 тысяч человек, именно за отказ поклоняться иконам, она официально святая православной церкви. Она казнила своих подданных не за убийство, не за что-то еще, а лишь за отказ поклоняться иконам, крестам, мощам. Убила больше 100 тысяч своих же подданных, православных христиан, и она официально святая. Это было в конце этого периода, мы записали 843 год, да. Вообще в 842 она пришла к власти, и вот эту политику стала, значит, контрреформаторскую. 842-43 годы, в конце этого периода. Мне хочется с вами уже пойти в историю более позднюю такую, уже нашу историю, нашего времени, ближайшего к нам времени. И, ну, сегодня пусть будет так. Опять, ну, ну, это была Феодора, императрица Феодора. Мы с вами Феодору узнали одну, которая была в 6 столетии, да, жена Юстиниана. А это Феодора в 9 столетии, императрица была, сама правила империи. Но, не только она, конечно, но сама Феодора, она вот приказала казнить всех тех христиан в империи своей, которые отказываются поклоняться иконам, крестам, мощам. И для этой, кстати, вот в это воскресенье, получается, значит, как раз этот праздник в традиционном православии называется торжество православия. Дело в том, что императрица эта Феодора приказала в 842 году, приказала в своей империи всем христианам поклониться перед иконами, крестами, мощами. И вот те, кто отказывался, они подвергали смертной казни, потому что мощей в Турине было немного, вообще-то, потому что в основном все мощи, все останки святых во время начала реформации еще, в начале реформации Льва и Савра были преданы погребанию на кладбище христианских. То есть, просто с церкви выносили фрагменты тел этих святых или же там их гробницы выносили и предавали их погребанию на кладбище. При Феодоре их снова раскапывали, искали эти кости, опять их снова в храм тащили и выставляли для поклонения. И вот снова иконы писали, снова бизнес этот стал расти. Кстати, Лев и Савр, он свой первый указ издал против икон после одного такого события интересного, об этом тоже стоит сказать. Значит, когда он еще был сам в нерешительности, с одной стороны, говорили ему советники о необходимости радикальных реформ в церкви и в государстве. Вот Константин Накалийский, допустим, он был сторонником радикальных реформ. С другой стороны, были и в его окружении те, которые не советовали ему так радикально проводить реформы. И вот он объявил время на размышления и пусть люди молятся, постятся, может Господь что скажет, укажет, даст знак, знамение. И в это время было знамение на самом деле, началось землетрясение. Очень необычный ответ был такой. Землетрясение, которое обошлось фактически без жертв. Ну, очень немного было жертв человеческих, слава Богу, но хотя было недалеко от столицы это землетрясение. Так вот, и что произошло? Земля разверзлась возле столицы, были огромные такие трещины. И вот, слава Богу, сам город мало пострадал, фактически не пострадал вообще. Но возле столицы были огромные трещины такие. И вот одна из этих трещин, она открылась, и туда ушли полностью иконописные мастерски, которые были за городом построены. И они ушли полностью под землю, и земля захлопнулась. Представьте себе, ну такое знамение на глазах у всей столицы. И вот после этого знака, значит, Лев Исавра подписал свой первый указ как раз именно о том, что иконоборчество. Чтобы иконы вешать высоко, чтобы их не поклонялись им, а лишь как иллюстрацию, чтобы они оставались, допустим. Вот так. Хорошо. Ну про Феодору чуть позже еще расскажу. Чуть позже. Потому что еще до Феодора была правительница такая Ирина. Императрица Ирина. Не помню. Сейчас годы, честно говоря. Ну здесь написано, что в 780-м, хотя я сомневаюсь, что она в 80-м пришла к власти. А, стоп. Да, она пришла к власти не сама. Ее сын просто был несовершеннолетним. Вот в чем дело. Там почему бы такая путаница в датах-то. Ее сын был еще не способен быть императором. Так получилось. И поэтому она исполняла обязанности царицы как бы. В 780-м. Но хотя она реально стала правительницей позже намного. В 700-м каком? В 97-м. Да, наверное так как раз. То есть получается, она правила вначале как бы от имени своего сына. И потом эта женщина, она взяла курс контрреформации. Попыталась церковь вернуть снова в идолопоклонство. Она была поклонницей икон Тайна. И женщина была очень распутной. Кстати, ее главная резиденция была на острове Лесбос. И в общем-то она была покровительницей таких вот меньшинств. Будем так, как сейчас называют их. Наверное так, да. Меньшинств. Значит, ее муж Лев Исавр, не Исавр, а Лев Хазар, Лев Четвертый. Значит, он был таким умеренным реформатором, не был радикальным реформатором. И вот жена его, она взяла власть в свои руки. Сын подрос, но сына она ненавидела. Вообще, она, ну, в силу еще своей ориентации такой не очень неестественной, она, значит, и своего, она замуж, ее выдали замуж, значит, против ее воли, по сути. Вот, ну, как в то время это было в культуре принято. Вот, пристановили, решили, ее выдали замуж. Она родила сына, но она ненавидела ни мужа, и мужа, и сына ненавидела. И потом, став уже полноправной правительницей, она просто-напросто, каким образом стала? Она убила своего сына. Своего сына она просто-напросто, собственноручно ослепила, то есть выкола ему глаза, вот, значит, и приказала его живьем замуровать в стене дворца. И вот таким образом погиб наследник престола. А сама она, это было, да, она, а сама стала правительницей. Кстати, интересно, эта женщина, она впервые, ну, уникальный случай, единственный в истории Византии, которая подписывалась мужским именем всегда. Она писала Ирина, а дальше писала император, не императрица, а именно император. И подписывалась мужским именем всегда впоследствии. И вот Ирина, она довела империю до, по сути, нового краха. То есть она взяла контрреформацию, то есть она была поклонницей икон, мощей, монашествующие были при ней вот именно такой силой ударной. Она решила политику снова вернуть имперскую, такую идолопоклонническую в христианстве. Она же была, кстати, и антисемиткой Ирина, тоже, кстати, сочеталась в ней очень, опять-таки, очень похожа на Феодору, кстати. Во многом похожа на Феодору. Кстати, на Лесбосе там ее гробницы и до сих пор находятся, она там и похоронена. Дело в том, что Ирина, она, управляя Востоком, она, ну, по сути, сдала все мусульманам. То есть то, что вот те территории, которые были освобождены от мусульман, Константином, допустим, еще Пятом, да, эти территории, она подписывала такие договора, наподобие вот социалистов современных, будем так говорить, в Израиле, да, подписывала договора и отдают территории за территорией. Вот и она фактически не воевала, вела снова коррупцию, отменила законы многие, которые были при прежних правителях. Снова коррупция была, снова бездарные командующие, армия была развалена, по сути, мусульманам она платила от 70 до 100 тысяч, по-моему, значит, динаров золотых в год, такой налог или как-то, да, не знаю, даже как-то, чтобы их не трогали, как бы, и сдавала землю за землей, то есть провинции за провинцию сдавала. И Ирина, вот таким образом она прославилась, будем говорить, на Западе в это время, в западной части империи, византийской, в Западной Европе там в это время росла новая империя, огромная будущая империя. Тогда правителем был Карл Великий. Карл Великий. Значит, Франкфурт на Майне, значит, Ахен, вот там проходили соборы даже впоследствии, значит, при Карле Великом. Карл Великий, он мечтал именно империю все объединить, и он предложил руку и сердце, значит, Ирине, чтобы, значит, империю им собрать воедино, как бы, она от восточной части, он от западной, и как бы, снова одна империя. Хотя она формально и не раскалывалась, но реально уже было, ну, разные империи были, разные. Я уже объяснял, да, что после Юстиниана, после его такого беспредела, самоуправства, вот все так произошло. Так вот, и Ирина отказалась, она замуж и не хотела, и, значит, и больше того, вскоре был переворот дворцовый. Ирина, она разваливала всю империю уже, фактически разваливала, и министр финансов, Никифор был такой, он, по сути, он возглавил этот переворот, возглавил и спас Византию от полного краха. Ирину со служанками отправили в ссылку, в ее эту резиденцию на Лесбос, с которого она не имела права, значит, уезжать, и там она и нашла свой последний приют, как бы. Так вот, Никифор стал следующим императором, и он разорвал договора с мусульманами, снова началась, и все решения ее были аннулированы, Иринины, опять иконы были, значит, уничтожены из храмов, значит, там убраны, и опять реформация по новой пошла. Но Ирина во время своего правления успела напакостить очень хорошо, конечно. Она, опять-таки, как и из Авельника, она, значит, репрессировала многих очень священнослужителей, потому что когда, высокопоставленных, потому что когда она пришла к власти, именно как правительница, да, уже, как правитель, как император, то никто из греческих иерархов ее не поддержал. Ни один епископ, вот к чести греческой церкви, да, ни один из епископов, даже провинциальных епископов ее не поддержал, потому что Ирина заявила, что решения собора 7-го Вселенского будут, должны быть пересмотрены. Так вот, она сняла патриарха, поставила на его место одного из своих фаворитов по имени Тарасий, был такой деятель, чиновник государственный Тарасий, который стал патриархом, который вот это безбожие иконопоклонничество снова вводил мощи, приказывал всей выкапывать опять на кладбищах, доставать из могил для поклонения, опять эта мерзость началась. Тарасий недолго был патриархом, но очень тоже много беды сделал, конечно. Снимал всех тех служителей с постов, которые выступали, ну, евангельские мыслили, проповедовали, на их места ставили, как правило, чиновников государственных вчерашних, которые даже были и малорелигиозными людьми, но которые выполняли политику государственную такую, новую. И вот начались репрессии тех, кто евангельские проповедовал и мыслил, тех из служителей просто изгоняли и репрессировали. Ирина собрала собор, чтобы пересмотреть решение 7-го собора, и назвала этот собор тоже 7-м вселенским собором. Его-то и принимает официальная православная церковь. Вначале, в 787-м, в 786-м она хотела собрать в столице, но в столице не получилось, потому что народ вышел на улицу и не допустил. Даже вот этих епископов не пустили в здание храма. Сам народ сорвал, знаете ли, все эти планы Иринины. Ирина приказала армии разгонять людей, демонстрантов этих, то есть кровопролитие должно было состояться, но армия отказалась выполнять приказ ее. Это было еще тогда, когда она сама только лишь еще у власти укрепилась. Так вот, и Ирина, она потеряла бы все, но она приняла такое решение в ее положении единственное верное. Она вышла к народу, вышла к людям и объявила, что она раскаивается в том, что она поступила так, и она отменяет свое решение, пересмотра собора не будет, она против икон, то есть она все врала. Она врала всем, и народу, и армии, и всем. Но как бы убедила остаться как есть, и чтобы ее оставили императрицей. А так бы ее сняли просто-напросто. К сожалению, народ поверил. Но она ничего не испоняла из того, что она наговорила, наоборот, сделала прямо противоположно всем своим обещаниям. В армии произвела чистку, этих всех генералов репрессировали, на их места поставила своих людей. Собор она провела, но уже не в столице, чтобы не было опять нового скандала, а в провинции, в Никее, в 787 году она провела этот собор. В Никее собрались епископы, постановили, решили, что оканцы иконопочтания это якобы от апостолов, оно якобы от Иисуса Христа, от Богородицы и прочее. Все решения этого собора, они опирались на предания, вымышленные этим самым Мансуром, первым визирем при Дамасском халифе, они опирались на сочинение Германа, патриарха, вот этого еретика, который распространял иконопочтание в стране, и на такие сказки опирались. Ну а после того, как Ирина ушла, с поста своего, ее сняли, был переворот, я уже говорил, ее послали на остров, так вот, с того самого времени Никифор, новый уже император и последующие императоры заявляли, что то, что было при Ирине, это ничто уже не действует, незаконно ее, не так ее, это так называемый собор вселенский, смехотворный, будем так говорить, потому что, значит, это было подобие, жалкое подобие собора вообще, но официальная православная церковь до сих пор именно, и католическая, называет именно вот собор Ирины, именно, вот именно каноническим собором. Некоторым традиционалистам, православным священникам, я говорю так, что, смотрите, вот Ирина, сама личность такая, ну, неприглядная, а ее объявили святой тоже в православной церкви, значит, святой, и я говорю, ну как же можно вот святой назвать вот такого человека. Вы знаете ли, священники некоторые говорят так, что вот, ну да, она была морально, значит, там нечиста, значит, там и убийства, и распутства, и все, но, говорит, ради того, что она икона восстановила, вот прощаются грехи ее многие, как бы, ради того, что она вот именно икона почитания, снова и почитания мощей там вернула в страну, вот ради этого, как бы, на остальные вещи закрываем глаза, как бы. Это говорят священники традиционно православной церкви, те, которые, как бы, ну, защищают ее, но те, которые, кто именно историю изучает поглубже. Ну да, друзья мои, вот такая история. Кстати, когда Ирина-то провела тот самый злополучный, так называемый, седьмой собор вселенский в 787 году, то, значит, на Западе, ведь это провели самостоятельно, она не пригласила никого из тех, кто выступал евангельски, мыслил, значит, и проповедовал, только лишь свои были и те, которые, значит, ну, по-разному, ну, примкнули к ее течению. Так вот, но когда на Западе, а Запад был уже свободным в то время от контроля восточной империи, когда на западной части империи узнали об этих всех происшествиях, о том, что седьмой собор уже не седьмой, а 754 года, а вообще не собор, и вообще, а ведь его уже, ну, как бы, все знали, и люди собирались, и со всей империи как раз рассуждали, и уже серьезно все принимали-то, и вдруг, оказывается, он и не собор никакой, оказывается, теперь новый собор седьмой, такая путаница произошла, и на Западе германские епископы, и другие епископы западноевропейские собирались на рассмотрение этих вопросов, то есть, как бы, значит, ведь их не приглашали, во-первых, это было, ну, странно, если это Вселенский собор, надо всех приглашать вообще, не только собраться кучкой, постановить и назвать себя Вселенским собором, где-то в провинции, в условиях чуть ли не конспирации, значит, там подальше от народа, без никого, странный Вселенский собор, очень странный, конечно, так вот, и, значит, более чем странный, поэтому в Западной Европе, конечно, был шок просто, от того, что на Востоке творится, за голову можно было схвататься, хвататься, так вот, и Карл Великий, император, он был тоже не менее шокирован, конечно, да, и в городе Аахене, на самом западе Германии, значит, и во Франкфурте-Намане, собирались соборы специально на рассмотрение этих вопросов, потому что надо было сравнить эти решения, вынести какие-то свои постановления, и вот оба этих собора, и во Франкфурте-Намане, и в Аахене, германских епископов, и западноевропейских других епископов, однозначно и единогласно постановили не признавать решение собора Ирины, что это явно политиканский собор, ничего общего не имеющий ни с Писанием, ни с преданием церкви, и вообще, потому что его решения основываются на измышлениях мусульманских, на измышлениях этого Мансура, и вообще, значит, ну, смеху подобно, просто-напросто, значит, куром на смех, назвать Вселенским собором, вот, ну, такое больше политическое такое деяние, чем, значит, там, религиозное какое-то. Ну, и Папа, и епископы, все западные, в общем-то, высказались однозначно против этого собора. Карл Великий, он был в этом отношении очень радикальным, если собор решил, если епископы приняли на Западе такое, то никаком дальше договоре нельзя было и говорить с Востоком. Но, слава Богу, что Никифор спас положение все, и, в общем-то, Ирину убрали в сторону. Но Феодора, императрица, новая императрица, уже в 9-м столетии, да, мы записали, в 842-м году, она распорядилась, опять-таки, она взяла власть. К этому времени, к 40-му году примерно, 39-40-й год, 9-го столетия, в Западной Европе уже власть Папы была уже, не власть императора, после смерти Карла, к сожалению, не было преемника такого. Но были такие императоры, которые шли больше под, как бы, церковь. На Западе церковь другая рождалась, модель взаимоотношений. Помните, мы записали, цезарь эпопизм, да? А на Западе она называлась уже по-другому, Папа-цессаризм. Другая система. Во главе системы это был Папа, были кардиналы, были епископы. Но, опять-таки, это не шла речь о влиянии церкви на общество, да? Значит, шла речь о влиянии церкви как иерархии. Значит, о деньгах, о власти больше шла речь. К сожалению, вот так вот было. Так вот, и в то время Папа Римский Николай, он писал, значит, послание к Феодоре и назвал ее, своей, там, верной дочерью, ее, там, по вере, там, и заявил, что она, как бы, ревностно выполняет повеление святого престола, как бы, то есть он, как бы, вот, очень сильно высоко оценил эту императрицу Феодору. А Феодору приказала всем жителям империи в течение года поклониться перед иконами. Кто откажется, тех казнить. При каждом храме ставились иконы, кресты, в присутствии священнослужителей, в присутствии чиновников государственных. Каждый житель империи в течение года, на протяжении года был обязан подойти к иконам, до земли поклониться два раза, поцеловать, потом еще раз до земли поклониться иконам и поклониться тем, кто принимал священнослужителям. Благоставение священника получить и от чиновников специальное удостоверение получали, что были люди у поклонения, значит, этим иконам. Те, кто отказывался это делать, при свидетелях, конечно, это все было. Так вот, кто отказывался, тех священники должны были увещевать. Если человек, он был по-прежнему в своих убеждениях и не хотел их менять, тогда церковь предавала их, этих людей, в руки светских властей. Ну, типичный признак инквизиции, да. Схема одинакова, что была в Западной Европе впоследствии. Так вот, и светские чиновники, просто-напросто, они, значит, убивали этого человека. То есть, церковь могла пытать, но не могла казнить официально. А, значит, от чиновники, они именно казнили. Если, ну, обычно сжигали на кострах, четвертовали, значит, там, топили в воде. То есть, были очень жесткие казни, жестокие. И свыше 100 тысяч подданных византийских заплатили высокую цену, вот свою жизнь отдали. За право вот это, не знаю, как назвать это, бесправие какое-то. И вот это было 11 марта 1843 года, когда императрицы Феодоре донесли официально чиновники, что все, все жители империи были у поклонения иконам. Крестам, мощам, все. Все жители империи. И на радость их императрица приказала праздновать это, как праздник на все времена. Это было первое воскресенье Великого Поста. Вот в это воскресенье будет переходящее празднование. Это называется торжество православия. И в этот день, в субботу, в эту субботу, вечером, по всем церквям, по всей Руси, да и по миру православному полагалось и полагается сейчас по уставу проклинать, петь проклятие, анафему всем тем, кто креста не носит, мощей не почитает, икон не целует, не почитает, не молится Богородице, не молится святым умершим. В субботу вечером и в воскресенье после служения сразу же. Этот молебен раз в году обязаны петь все православные священнослужители. На протестантов, там имелось в виду и протестантов, и евреев, потому что Феодора, она тут же и грабила евреев, и при ней евреи, которые спаслись от казни, это были лишь выкресты, которые, пусть там с фигой в кармане, но были просто вынуждены просто креститься, потому что иначе их ждала смертная казнь просто-напросто. Или же были вынуждены убежать даже от этих репрессий, спасаться целыми общинами, спасаться в других странах даже, уходить, даже находили приют даже у мусульман, значит, лишь бы им уходили туда, нынешний Йемен, там, другие страны уходили, чтобы прятать целыми общинами уходили, то есть не то, что семьи даже, а целые общины уходили, потому что спастись по-другому нельзя было, потому что приказ был очень жесткий. Если ты свободный гражданин, ты был обязан поклониться этим изображениям, понимаете? Здесь, поэтому этот закон, драконовский закон Феодоры, был антиевангельский и антиеврейский, антисемитский закон, по сути, и, значит, хотя об антисемитизме Феодоре я мало что читал, но больше об Ириненном антисемитизме, тоже она ругалась на евреев постоянно, так вот, изгоняла евреев из столицы, тоже там погромы были еврейские в то время, но, знаете ли, Феодора, она пошла очень далеко, она, по сути, заложила основу под вот именно инквизицию, как таковую, вообще в целом. Шутка ли, свыше 100 тысяч человек казнить в течение года. Называли их павликианами, как только не обзывала она, вот, как бы учениками Павла, вот тех, кто, значит, таким образом поступал. Наверняка там были разные люди, конечно же, репрессированы, но там было много, конечно, и таких нормальных христиан, что верили евангельски, именно верили. Так, господа, вот такая история. Он переходящий праздник, он празднуется в первое воскресенье Великого Поста. Вот Великий Пост начался сейчас в традиционном православии, в нашей церкви нет этих постов многодневных, в нашей церкви, именно Украинской Реформаторской Православной Церкви, у нас посты и постные дни у нас добровольны, то есть у нас нет системы обязательно, принудительной такой. Принцип добровольности, я убежден глубоко, даже из слов Иешуа, мы должны сделать вывод такой, что идет не о насилии каком-то, да, речь, а о добровольном решении самого человека. Другое дело, что как пастор я могу, допустим, призывать церковь к посту, если какое-то там событие, как вот, допустим, в книге «Эсфирь», да, мы читаем, это было очень важным таким решением, таким шагом, и, конечно же, шутка ли, без, значит, такой, мы когда постимся, мы говорим Богу как бы тем самым, что мы вот для нас все уже, и пища не в радость, и вообще все нам уже не в радость, мы хотим именно вот что-то, мы приоритет делаем, может, другой, да, вот знаете, как вот, допустим, влюбленный человек, да, он, у него может быть там полный холодильник еды, да, но ему и аппетита нет никакого, он там худеет, там, бледнеет, что такое, а ну, влюблен, ну, понятно, значит, мы показываем, что мы влюблены в Бога, но вот это нормальный мотив к посту, а не такая, знаете, из-под палки, вот не ешь и все, значит, значит, ты будешь постящимся, это ненормальная ситуация, так вот, и праздник Тожества Православия, это ужасный праздник, это такой праздник Антихриста, Духа Антихриста в церкви, и в этом году он совпадает с Пуримом как раз, но я верю в Божий Пурим, Божий Пурим в нашей жизни, в наших судьбах, в церкви, в Израиле, потому что наш Бог, есть Бог Пурима, Бог переворота, Бог, где, значит, действует, это как в театре, да, порой на самом деле маски, лица меняются, значит, артисты, допустим, один спектакль есть, да, который, есть спектакль, который играет уже не одно столетие, артисты меняются, да, но роли те же, и вот скажу так, что в жизни нашей, да, как в Большом театре, в принципе, одни и те же спектакли разыгрываются, уже много столетий, тысячелетия, но разные просто актеры, разные лица, но смысл один и тот же, что Бог, он режиссер этого спектакля, Бог, он в конце, он посмеется, именно живущий на небесах, не люди будут торжествовать, а он будет торжествовать, и те будут люди торжествовать, что верят в Бога, побеждающего все, и Божий Пурим, он превозможит, аминь, давайте встань, Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!